привет друзья сегодня 5 октября руки и ноги и время пришло или дошли непосредственно к мускату днестровскому не за него ничего толком никогда не рассказывал есть у меня целый ряд этого замечательного универсального сорта подчеркну что универсально потому что его как и сурчанский белый можно использовать и для получения качественного материала и соком так и столовых и целях сорт относится к средне-позднем целом наступает техническая спелость где-то во второй декаде сентября во второй половине сентября ну ввиду того что сроки подвинулись то вот целом мы в этом году вышли на эти параметры неделю назад мерил был брикс в районе 20 сегодня уже 22 ну давайте немножко за сорт двухлетки это 3 вегетация рукав короткая обрезка выведен сорт молдавском не и у родительской паре есть мускат гамбургский отсюда его наследовал собственно на мускатный вкус хорошего устойчивая друзья мои к серой гнили к мильдию насчет аидиума ну скажем так институт сам по себе рассказывает вернее дает параметры что поражается у меня при трех стандартных обработках никаких проблем с ним нет вот так вот урожайность там в листиках немножко пройдем чуть позже что касается обрезки обращайте внимание обрезал я на короткие сучки то есть вот три глазка три глазка три глазка стартует с первого плодность если нормировать то ягода конечно увеличивается увеличивается непосредственно гроздь но я преследую цель получения вина материала поэтому все что завязалось все оставляю среднем при промышленных посадках урожайность в районе 7-10 килограмм на третий год ну и так уже пару кустов мы ободрали срезали на третью вегетацию выдал он нам в районе шести с половиной килограмм и считаю что неплохо по ягоде давайте пару ягод дернем ягоды достаточно крупные как для технических целей в районе 6 7 грамм сок не окрашен вот такой вот сок не окрашен очень хорошие скажем хороший процент выхода сока у меня есть несколько десятков кустов уже возрастом за десять лет так вот я там как-то подсчитывал выход сока в районе 80 процентов для получения скажем хорошего материала винного достаточно неплохо что касается получение вин то считаю что этот сорт ну обратите сами внимание для мы здесь сок не окрашен и сказать что что то есть кожицы отдельно пробовал но получается не рубиновое темно-розовое вино поэтому в данном случае этот материал можно использовать для получения белых столовых вин и розовых по типу божеле я скажем откровенно его купажирую вместе с ливадийским черным у них практически похожи вкусы только у ливадийского черного наверное более фруктовые ноты мне кажется и сок более окрашенный хотя не так насыщенно но там больше краски непосредственно в кожице в целом у сортом доволен если меня спрашивают назовите несколько сортов которые по урожайности технологических хорошие вот могу сказать вот это дело смотрите есть семилетний куст на таком же по двое кстати по двое два слова позже семилетний куст дает мне в районе 15 18 килограмм ежегодно при схеме посадки полтора метра как вот допустим здесь уст 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 прививаю все технари непосредственно на старую паре рупесты 101 14 на сила роста не мощная вот здесь вот мы уже вызвали и сюда вверх не чеканил вот она тормознулась и 20 сантиметров не вызревшего всего лишь навсего пасынкообразование средние мощные пасынки не дает вот такие вот коротыши которые тормозятся ну естественно 23 посынкования приходится за сезон сделать но так по урожайности здесь уже листья не стал обрывать ну достаточно неплохая урожайность я считаю достаточно неплохие грозди здесь грозь в пределах 400 грамм где-то плюс-минус если еще разу от нормировать и вести его как непосредственно столового направления то в рост конечно будет покрупнее и ягода тоже будем делать с него дамское вино смысле два бокала скажем она уже такая как треба пока все друзья отличный вкус почавку все-таки на камеру ну очень насыщенный мускатные ноты еще раз повторю достаточно крупная ягода с очень хорошим сока отделением поэтому он мне нравится если я говорил раньше за голубок и другие сорта то там чуть другие ноты другие стана ну этот наверно на любителям полусладкого и для десертных вин можно тоже смело рекомендовать потому что вины с такими нотами но не запоминающиеся сухое вино еще не спрашивают почему так поздно делаю из этих виноградов по вино сухое но она не то что сухое полностью получается без добавления сахара все равно какая-то вот легкая сладость есть и друзья мои на улице пасмурно улице уже похолодало и и брожение у меня будет проходить где-то определенно в градусах наверно в пределах параметрах таких как 8 10 градусов брожения то есть это просто будет медленное брожение и весь ароматика который у нас есть кожица вся перейдет в сок подожду еще годика два когда разгонится этот ряд мой и попробую сделать по белому именно белое вино потому что при больших объемах меня не получалось сделать все времени не хватало купожируем сипожируем пошло поехало мускат днестровский я надеюсь что моя информация или мои наблюдения вам будут полезны а посему пока все все мира и добра до новых встреч а а а а Субтитры подогнал «Симон»